привет 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 всем занят привет как тебя подключить привет привет всем девчонки мальчишки а я тебе нажала всем привет наши дорогие сегодня суббота но мы решили попрямее перец а вот сегодня я беру интервью у директора очень самостоятельного умницы красавицы машеньки делик и так машенька расскажи где ты живешь страна город какой у тебя статус открытый подтвержденный сколько твоя зарплата я живу в алтайском крае это россия в маленьком селе у нас районный центр село советское и у меня закрытый статус директора открытый пока старший директор отлично зарплата сколько зарплата сейчас у меня немножко подупала потому что мне девчонки директора мои догнали меня хорошенечко ну бывает 15 17 нормально так в общем-то для моей деревни это очень даже хорошо за три недели столько получать так ну давай посчитаем значит 17 умножить на 18 поделить на двенадцать пять с половиной тысяч ты зарабатываешь ну да я бы не сказала что много но отстраивайся серебрей золотей и все будет отлично ну что работаем работаем над этим молодец я знаю что ты работаешь это как ты пришла в сетевой ну вообще в сетевой я пришла когда моей средней дочке было 6 месяцев я была в декрете просто в одноклассниках пролистывала увидела такую картиночку как и мы сейчас делаем поставь плюсика узнай как можно зарабатывать сидя дома в одноклассниках но со мной девушка связалась рассказала мне все но на тот момент это было рефлей я попробовала в общем то но как бы сначала все это казалось как-то невозможно нереально но рассказали что можно зарабатывать попробовала там я дошла до уровня 18 процентов тоже самостоятельно команда была вот но потом все таки как-то пошел какой-то заглох люди не идут дорого отказываются и все это сбилось и как-то вот смирилась с тем что все-таки буду вот так вот немножко получать ну и все равно выходить скорость декрета но потом это вот моя новая наставница здесь которая тонюшка она мне рассказала что можно попробовать здесь получится не получится но здесь как бы и продукция мне очень понравилась и что ассортимент широкий у меня привлекла детская одежда потому что у меня трое деток уже вот когда сюда пришла на тот момент младшему сыночку было уже шесть месяцев тоже вот и попробовал детскую одежду нам не очень понравилось средства для стирки для уборки все это дома нужно всегда всем и тоже мне все это понравилось и как бы посмотрела я чисто зарегистрировалась просто посмотреть понаблюдать и смотрю у меня за две или за три недели человек 20 уже в команде меня прям это очень очень удивило потому что на тот момент в моей команде в арифлэм люди вообще не работали не хотели идти даже кто приходил те уходили быстренько без заказов вот а здесь ну и получилось что попала в такой в масштабный проект который прям гремит во всем фронтам и за лето я начала хорошо расти к новому году считать за 7 месяцев я уже открыла директора 28 декабря мне уже было открытие это получается ты сюда пришла уже ни во что не верила да так на всякий случай да и получилось что тебя очень хорошо реанимировали попробовать продукцию пришла попробовала посмотрела потом заглянула в личный кабинет а там уже народу много вот ну и как бы включилась за второе дыхание можно сказать открылась и все и пошло поехала дальше очень-очень приятно что у нас такой есть старший классный директор команде очень рады итак какое у тебя образование у меня несколько образований среднеспециальное образование а я техник зерноперерабатывающей продукции закончила биски техникум воровед и а также у меня есть свидетельство предприниматель малого бизнеса вот как раз оно мне пригодилось сейчас классно кем ты работала до сетевого я после техникума пошла заочно вышку оканчивать и год проработала в магазине была консультантом продавец консультант можно так сказать в отделе по кондитерской продукции конфетки печеньки в общем график такой сложный с утра до поздней ночи мы работали три через три не присесть никак целый день на ногах немножко минут 15-20 на перерыв и потом до декрета работала уже здесь переехали мы в село работала на предприятии лаборант техник лаборант озер на переработке принимали зерно просматривали на засоренность влажность все такое машины много работы многое также поработала еще бухгалтер весовщик также на этом же предприятии изучила 1с все это у меня было вот ну а потом уже вышла в декрет со старшей полгодика я посидела и снова вышла на работу потому что как бы начальница мне сказала выходим нужно работать чтобы не потерять навык все это а потом уже когда со средней вышла декрет и тут уже задержалась и так я больше не вернулась на работу потому что из одного декрета в другой сыном перешла и здесь уже окончательно фаберлик зарегистрировалась как предприниматель и вот в октябре прошлого года я уже уволилась мечта сотни тысяч людей уволиться с работы по найму не выходить из декрета на работу по найму очень много именно таких вот мечт и у меня такая же цель была вот не выходить на работу по найму погасить пенни кредиты и конечно никогда мы не знаем что нас ждет если мы будем работать честно на совесть что мы становиться директорами старшими директорами и все выше выше и выше конечно это здорово итак как помогаете своим партнерам и до какого момента ну своим партнерам конечно помогаем мы всех приглашаем в чат команда у нас есть отдельно чат ватсап чат в одноклассниках у нас был но потихонечку мы от него отходим все равно ватсап потому что ватсап есть у многих сразу подключаем новичков туда основном у нас команда идет из потребителей то есть кто приходит просто для себя покупать и туда мы скидываем обзоры тоже обзоры туда скидываем продукции девчонки кто делится отзывы скрины прям с чата с телеграм копируем кто что какое средство попробовал там либо сэкономил какие-то подарки по фаберли клубу получил и все это мы туда выкладываем делимся распродажи акций все это туда закидываем и помогаем в построении команды ведем веточные построения первый директор вырос им я помогала до 19 процентов их вела вот и получилось что теперь у меня немножко как бы перекос по веточкам но все равно это нарастим настроила себе на радость на свою ага молодец но ничего ничего предпринимателя в команде которые девчонки тоже из секрета не вышли уже на работу уже дома также зарабатывают и развивают уже свои команды ну остальное тоже нарастим и будем тоже хорошо зарабатывать сколько в твоей команде а человек открыла перевод денег на расчетный счет банки ну пока нас трое я и две девчонки тонечка и даша если мне этот вопрос задать я уже соблюсь со счету я не знаю честно скажу я не знаю всем привет что то я не слышу ты что то говорила да у нас с тобой разница идет во времени я тебя хорошо слышу хорошо слышишь ты мне отвечаешь через 4 секунды я думаю что ты молчишь я начинаю говорить а ты тоже что то говоришь разница во времени есть сильная так давай тогда тебе еще один вопрос задам как ваши близкие отнеслись к занятию с сетевым бизнесом ну как отнеслись наверное как многие ну занимаешься и занимаешься и ладно а муж как бы что с Арифлейма еще вот с таким что вот там я много как бы времени проводила за компьютером и толку то особого как бы нет но есть деньги но они объемная скидка все это получается но он так и не верил что я все таки когда что то заработаю с сетевом все равно мне возил мы жили в другом селе не здесь в райцентре там у меня вообще ни офиса рядом не было и здесь в районе не было считаю самый ближайший был 100 км от меня офис и вот мы договаривались с менеджером офиса спасибо Алене большое она передавала мне посылки мои в район с хлебовозником а муж уже здесь встречал в районе и мне привозил домой и вот когда многие говорят ой там у меня за 15 км ближайший офис там автобус ходит раза два в день я иногда так посмеюсь про себя что вот это просто отговорка что не хочется тебе ты себе нашел причину а если когда хотелось действительно тогда и никакие отмазки не нужны вот но мама покупает у меня как бы вот поначалу когда только зарегистрировалась я конечно же сообщила что я теперь фаберлик ассортимент сама посмотрела своим рассказала и со скидкой отправляла в город сестра получала мама брат в общем мне лично это оборот помогали на делать 50 баллов все равно нужно делать мы должны сначала сами организовать вот научилась я организовать и потом уже мне других легко научить этому и с удовольствием потому что ну не стыдно предложить продукцию действительно хорошие все ее знают все когда-то ее пробовали где-то там кому-то на работу приносили и все и как бы мне не составила труда свой личный товароборот организовать и как бы и мама сейчас иногда даже звонит мне там у меня порошок закончился либо средства для духовок для плиты для раковин и все им посылочку оформляю и все но сейчас многие и острому брату сделали личные номера они для себя уже сами заказывали потому что 50 баллов для меня уже сейчас это маловато бывает иногда потому что и одежду и обувь все это берем и 50 баллов и не укладываемся порой очень хорошо значит твои родственники тебе не мешали строить сетевой бизнес да то есть но и не помогали да то есть но и не мешали в принципе помогали только делать заказы ну кто дальние родственники кого начинала приглашать они сначала сама добись результата мы посмотрим потом потом кто-то дальше продолжает смотреть ну в общем то так всегда есть и было и будет и в любом деле так же наверное вот смотрю хэльга всегда на каждом прямом эфире бывает так здорово привет привет хэльги вот прям на каждый прямой эфир заходит очень приятно так далее машинка что делать если начинаешь сомневаться в начале пути сомневаться если начинаешь ну посмотреть на результат вот меня всегда вдохновляли результаты вот ваши результаты вдохновляли моей наставнице потому что я пришла она была на уровне 12 процентов и мы с ней так вот вместе поднимались она в сентябре по моему открыла директора я уже следом за ней в декабре и даже когда вот люди спрашивают какой там у тебя доход ты только присоединилась какой доход я только начинала только начинала я только присоединилась недавно вот моя наставница она вот например вот столько-то получает а высшестоящие наставники вот столько-то уже получают когда я пришла вы по моему только серебро были открыты в 2016 году вот и вот ваши результаты нас вдохновляют и мы растем светом и своих не было серебра я со старшего директора сразу на золото перепрыгнула ну может быть я помню что вы только в сочи по моему чек серебром с которым я фотку из был не мой да это мы ездили в сочи на нашу первую ассамблею фаберлик где меня и вдохновили успехи всех директоров как люди стоят на сцене с чеками я была в полнейшем шоке когда увидела сотни тысяч успешных мужчин и женщин я была в таком восторге у меня прям вот вот именно этот драйв после ассамблеи меня захлестнул конечно коля приезжал с хорошей знакомой на ассамблею она в соседней структуре вместе с ним да то есть она не проект фаберлик онлайн мариночка марчук вот сейчас она уже бриллиант если не выше но тогда она тут только подтвердила серебряный статус и коля тогда тоже николай андрейка подтвердил серебряный статус и коля говорит бери чек будем фоткаться надо для работы я это не мое я не возьму но я взяла этот чек я сфоткалась с ним и потом коля все это по чатам разослал у нас тогда был skype не было телеграмма я смотрю ко мне пошел пошел народ и я так быстро открылась серебряного директора это вообще я так быстро открыла считай сразу же со старшего директора я перепрыгнула на золото да то есть не было вот промежутка именно серебро и чек мне за серебро дали когда я уже рубином стала вот как было дело да то есть я приехала на региональную конференцию и мне дали серебро золото и рубин то есть я за год вот столько пропустила да я к ним не ездила на но не все равно так как быстро растущая чтобы дать всех по группу мотивировать кто пришел они мне вот столько чеков дали я помню и вот да вот тогда да я сфоткалась с чужим чеком и всем советую это делать и советую не стесняться и ко мне на ассамблее люди подходили когда я получала уже чек за старшего международного ко мне на ассамблее люди подходили и просили можно чек можно сфоткаться с вашим чеком я говорю не вопрос пожалуйста потому что даже для себя для мотивации да потом распечатать поставить на стол рядом с компьютером где ты работаешь или на офис где вы даёшь заказ это тоже классно это тоже круто поэтому никогда не стесняйтесь подходить к лидерам высоких рангов они такие же люди как и мы как и те кто растет и действительно они могут вам дать частичку себя вот я помню как я увидела вот эту маря марову она тогда подтвердила по моему элитного директора и она была в таком красивом ярко-розовом платье я сидела смотрела на нее вот из зала и думала вот эта женщина трое детей горы свернула миллионерша да то есть я с такими впечатлениями приезжала а как у меня прям я не знаю прям грудь колесом была потому что коля получал свой чек да на сцене стоял я выйдет а ты себя все пофоткала это это было просто незабываемо да то есть я понимала что я сейчас нахожусь в толпе огромной многотысячной толпе миллионеров мне это было так приятно и мне это так захлестнуло что вот я конечно понеслась понеслась поэтому у кого есть возможность даже не думайте а оцените возможность вообще побывать в москве на ассамблее фаберлик на непридуманных историях потому что оно действительно захлестывает она действительно дает рост ну подумайте что это вложение в ваш бизнес да вложение времени средств там да билет дорога там еще что то платье красивое там селфи палка да то есть там фотоаппарат что там нужно но она потом вам даст действительно рост действительно уверенность в будущем да вы увидите действительно вот сотни тысяч людей которые уже сделали результаты которые стоят на сцене с чеками это очень крутое признание это дорогого стоит вот поэтому не стесняемся всегда стараемся быть на всех мероприятиях хотя бы как минимум на региональном вот это очень важно некоторые даже на региональные не ездят а потом говорят у меня у нее просто потому что нет мотивации потому что нет примера успеха вот но в интернете у нас в чатах конечно всегда мы всех поздравляем всегда проводим истории успеха это у нас конечно есть но когда ты видишь в живую тысячи миллионеров это намного лучше это намного лучше это ни с чем не сравнить так ну что ж машинка как стать дисциплинированной когда работаешь на себя с этим тяжеловато конечно и многие с этим не справляются и девчонки вроде приходят сначала активные потом раз то одно то другое вот с одним директором своим недавно разговаривали на ой все наверное скоро выхожу на работу и гнут вот ты подумай вот ты выйдешь на работу например будешь ты с 8 до 6 работать если ты здесь сейчас будешь с 8 до 6 у тебя результат будет колоссальный а дома же получается у нас то одно то другое то дети то покушать то сварить то постирать то прибрать и все это как-то уходит на задний план и работа сникает на нет вот а когда подумаешь что все таки нужно уделять сколько то времени ежедневно хотя бы на тот же рекрутинг ну и обязательно общение с команды это прям вообще главное главное выделять либо с утра например все пока спят там либо ушли куда-то в саде в школу поработал в обед сколько-то времени ну хотя бы часа три то нужно рекрутировать в день это обязательно вечера перед сном можно сейчас вот столько возможностей можно те же вот эти вот прямые эфиры я вот все никак не решусь вот наверное с этого момента вот с тобой сейчас сделала дебют и буду пробовать тоже потому что все таки не стоит мир сейчас на месте и нужно идти в ногу со временем и вот все это делать применять все методы кто-то говорит что не могу сейчас наступит время там через недельку через месяц может быть но она потом вообще не наступает и получается откладываешь откладываешь и потом вообще все заглыхает и мотивация на ноль уходит совсем и вообще ничего не получается ну нужно в руки себя брать это муха прилетела и оглянуться просто назад и посмотреть хочешь ли ты вернуться вот на ту работу например ну вот просто по себе сужу что многие у меня в команде декретницы хочешь ли ты потом вернуться в свой прежний найм на свою работу если хочешь то пожалуйста отдыхай сейчас а если тебе там комфортно отдыхай сейчас декрете а если не комфортно если зарплата не устраивает но большинство это так процентов наверное 99 не устраивает либо график не устраивает либо зарплата не устраивает и если хочется именно вот вырваться с этого как раз вот декрет для нас это время когда можно остановиться оглянуться посмотреть что тебя ждет если ты выйдешь декрета снова на работу там просто вот сейчас даже девчонки у меня кто ворачиваются в декрет потом это все уже получается здесь роста у них нет он останавливается команда немножечко развалится кто покупатель они конечно же остаются они для себя и продолжают покупать а так все равно своих лидеров нужно мотивировать без конца вот и своим примером нужно свой пример много у меня у девчонки даже в чатах иногда говорят вот у меня сегодня чего-то мотивации нет а я как вспомню что у маши трое детей и она все равно работает и у меня тоже мотивация появляется вот все таки здорово меня в пример ставят девчонки вот мы плавно перешли к тому вопросу как вы мотивируете свою команду мотивируем что хочется тебе зарабатывать хорошо ты разбираешься здесь развиваешься если не хочется то останавливаешься ничего не делаешь но что у нас здесь получается трудного то вообще ничего вложений нет время все равно также люди тратят в интернете все равно ты сидишь там либо в игрушки какие-то играешь либо сериал какой-то смотришь все равно время то уходит я просто за собой даже заметила как я пришла в сетевой работать я уже сериалы не смотрю никакие игрушки давно не заглядываю ленту не листаю мне иногда спрашивают ой ты видела я фотки там выставила нет я не листала одноклассники не смотрела ничего ну а там уже зайду посмотрю когда кто-то что-то там говорил вот а так только вот работа общение ну вот мне нравится вот это что постоянно общение новые знакомства смотришь с разными людьми знакомишься у кого какие интересы кто чем занимается что мы мамочки у нас общий такой общий какие-то интересы кто-то чем-то поделится и в чатах общаемся и потом уже на личные переходим сообщение как бы в личку пообщаемся с командой ну вот такие дружеские отношения когда завязываются как бы все проще идет и гораздо интереснее строится так машенька твои методы работы давно ли ты их используешь и сколько у тебя их вообще ну самый мой любимый метод это работа в одноклассниках работа объявлениями я об этом и видео записывала и в чаты команды тоже раскидывала потому что мне это нравится это проще раскидал объявления и уже плюсики там кто написал с теми уже общаешься то есть именно за интересованными людьми хоть многие сейчас и пишут там вот метод объявлений давно себя изжил он не работает но это неправда он всегда работал и работает я думаю еще долго будет работать потому что многие многие люди ищут работу тем более сейчас летом многие ищут подработку школьники студенты ну а что такого сложного раскидывать объявления до проводить собеседование потом уже по готовым шаблоном ничего сложного нет ну и тем более всему и готовы даже вот новички совсем с нуля приходят и работают сейчас вот мне понравилось метод кто с девчонки в чате поделился не помню кто вот этот дарим сертификат и подарочный сертификат на мы его усиленно дарим и у меня вот девчонка одна пришла недавно я тут же прям скинула после регистрации вот этот шаблон сертификат саму картинку и она мне минут через десять наверно пишешь маша представляешь у меня уже регистрация там зарегистрировала свою знакомую на следующий день у нее еще одна регистрация всего лишь новичок только пришел уже регистрация потому что продукцию многие любят знают ну а тысячу сэкономить сразу же почему бы и нет да да на самом деле и так маша как ты сопровождаешь новичка сопровождаем новичка значит сразу мы знакомимся либо голосовое либо зазвон добавляем в чат команды в наш ватсапе и там уже все девчонки кто в чате приветствует в чат ключиков пишем чтобы помахали в общекомандном чате в нашем и скидываю наш документ для изучения который привет фаберлик человек его изучает если он пришел серьезно на бизнес ну и спрашиваем конечно же чем занимается сколько часов в день готов уделять ну в общем так вот знакомства и потом конечно же он уже регистрируется на век роста регистрируется в telegram все как положено профиль оформляет добавляется в командный чат и оформляет заказ и уже дальше идет на обучение на век роста заказ рекомендуем делать я всегда рекомендую то что мне нравится всегда рассказывал там бытовую химию нашу без фосфатные порошки средства для уборки для мытья посуды все такое рекомендую сразу потому что каталога уже на руках нет я говорю вот первый заказ рекомендую сделать вот такой а далее уже будете заказывать по каталогу что вам нравится больше меня интересует организация совместная с командой мероприятия какие-то есть у тебя что-то какие-то вот флешмобы может быть в чатах какие-то конкурсы что что ты вообще делаешь чтобы вывести команду на активность но у нас есть конкурс будь лидером мы его проводим уже достаточно давно наверное уже год то мы его точно проводим кто делает заказ от 30 баллов до 50 баллов получает 200 рублей от 50 баллов до 70 баллов 300 рублей от 70 баллов и более 500 рублей то есть мы по генератору случайных чисел разыгрываем каждые три недели у нас получается пять призов девчонки активно участвуют делают заказики и ждут уже розыгрыша по итогу каталога каждую субботу мы стараемся провести бывает и если накладочка вдруг в субботу то воскресенье уже точно проводим и на регистрационные номера раскидываем денежку приятно в общем-то очень приятно да мелочи приятно и так как так доброго времени суток я только начинаю скажите мне как начать искать людей и где лучше ну дорогие мои это восемь заданий новичка и пока вы их не пройдете тут смысла нет дальше разговаривать это нужно сначала готовые способы работы испробовать да который уже дает проект фаберлик онлайн и потом уже спрашивать так как войти в доверие к новичку к которому предложил компанию фаберлик только доверие так не поняла вопрос еще я не понимаю как войти в доверие к новичку к которому предложил компанию фаберлик я не понимаю зачем ходить доверие да да нет нет сказать что все официально и легально на мой взгляд а ты как думаешь в доверие это вот когда знакомишься уже в живую там либо голосом либо со звоном уже рассказываешь о себе что ты живой человек что ты работаешь дома я всегда просто свой пример привожу что я в декрете на тот момент была в декрете сейчас уже не вышла из декрета рассказываю свой живой пример что у меня трое детей интернете что-то подзависло нет все хорошо ага вот ну и вот когда так вот просто человек видит что действительно живые люди в чате общение и ну как бы наверное так и входишь в доверие у нас же здесь нет ни обмана мы с людей деньги не берем ни с кого ничего не трясем даем возможности но кто берет возможности тот развивается пользуется ну а нет и нет кто испугался кто испугался пожалуйста мимо нам некогда так как мотивировать себя когда ничего не получается и хочется сдаться было ли у тебя или у твоей команды такие вот мысли плохие ну у команды бывало такое обращались ко мне девчонки говорят мне нужен волшебный пинок дай мне его вот ну вот еще раз просто повторю что просто оглянуться назад хочется ли тебе ворачиваться на свою прежнюю работу если да то значит останавливаешься бросаешь а если не хочется если хочется большего если хочется у многих например есть мечта путешествовать но они его далеко далеко куда-то спрятали и не достают потом все равно хочется же чего-то большего кому-то хочется больше дом там машину еще там что-то какие-то мечты есть но просто на обычной работе например об этом даже и не мечтают и не задумываются что можно такое получать вот здесь просто остановись подумай загляни в себя посмотри на своих детей например чего хочется им дать вот и двигайся дальше просто я всегда говорю что ты все равно ничего не теряешь ничем не рискуешь есть время у тебя вкладывая его в себя вкладывая в свое развитие какой у тебя распорядок дня по часам был в начале пути и сейчас да то есть в начале после директорский директорское расписание после директорское получается до директорское это просто мы усиленно рекрутируем ищем ищем собеседование все это там уже как бы сначала же у меня свой наставник был директор с которой еще также общая общение в команде и все это просто до директора именно это рекрутинг рекрутинг и еще раз рекрутинг поиск новых кандидатов покупателей добавление в чаты вот это а уже после директора потом уже больше работы именно с команды ну это даже наверное с уровня уже 15 процентов начинается когда уже команда такая большая уже лидеры появляются у которых свои вопросы методы обсуждения чат ключиков у нас отдельные созданы где у меня именно лидеры которые рекрутируют вопросы все по работе мы там обсуждаем и вот вот так молодец очень хорошо какой план действий на день вы даете новичку который решил обучаться но план как конкретный план не даем вот дали вот этот документ для изучения он зарегистрировался на век роста перешел на telegram меня нашел там помахал и далее уже изучил например кто-то за день может изучить один урок кто-то может на три дня его растянуть кто-то на неделю кто-то забыл да вообще ушел вот там уже просто получается кто шустрый кто действительно хочет именно пришел с целью с большой тот быстро изучает и по шагам переходит переходит далее я вот конкретно не ставлю что например ты должен за неделю например все восемь заданий пройти проходишь значит проходишь и все какие качества нужно в себе выработать для того чтобы расти по лестнице успеха и быть хорошим наставником качество наверное лидерские качества ты должен взять себя в руки нести вперед и команда за тобой вперед идет потому что если в тебе нет лидера с тобой никто не пойдет у у меня вот лидер наверное со школьной скамьи я постоянно была староста и в школе была и в техникуме и в институте меня выбирали староста всегда может это как-то не знаю хотя так вот можно сказать не считала себя никогда что лидером что могу за собой кого-то повести но так вот ответственность обязательно должна быть она во мне всегда есть это ответственность и это это главное что ты ответственный за себя за тех кого-то пригласил потому что люди пошли за тобой они тебе доверились поверили и ты идешь они за тобой идут вот целеустремленность обязательно должна быть цель себе поставил и следуешь к твоей цели дальше уже подрастают уровни подрастают другие какие-то еще какие-то мечты где-то там из глубины души выходят так слышать да не знаю хорошо ли меня слышно по моему хорошо вот смотри тебе вопрос от девушки в прямом эфире вот вы добились определенного статуса признание планы ваши на будущее ну планы на будущее открыть у меня сейчас серебряного директора на будущее обязательно золото хотеть да ну значит нужно будет золото прописать ну просто как-то хочется все постепенно постепенно от одного к по-другому там глядишь и будет ну вот и будет постепенно в том то есть смысл так говорят что рост бизнесе зависит от самого человека но тем не менее в одних проектах люди открывают за два года бриллиантового директора а где-то открывает звание директора за два месяца и сидят на нем те же два года как ты думаешь имеет ли значение проект которым человек находится или нет конечно имеет и проект и команда все это имеет значение если ты пришел в одиночку копаешься во всем у тебя и рост будет очень очень медленный а если ты пришел в готовую систему вот в наш проект все здесь налажено прямо берешь готовое все это все шаблоны все и применяешь и действовать тут главное конечно же брать и действовать если все это вроде бы и знаешь и посмотрел и вебинаров кучу пересмотрел но ничего не делаешь что и ничего конечно же не получится а если действуешь то и результат конечно не заставляет себя ждать как как таня распопова сказала кнопы тычки вот так методы работы опять просят так ты их рассказала как построена твое обучение у меня своего обучения нет все это от команды обучение не нужно изобретать велосипед все если готовое есть приходят люди которые умеют компьютер включать выключать сидели в игрушке в одноклассниках играли и обучаются через век роста все это готовое есть берешь делаешь свой метод в одноклассниках скидывая кто именно с одноклассников пришел и говорю вот вам проще может быть будет пробуют в одноклассниках метод применяют объявления в общем то мне нравится и моим девчонкам кто попробовал применил тоже нравится отлично так сколько аккаунтов у тебя вообще в каких соц сетях пользуешься ли ты роботом платной рекламой платную рекламу пробовала рекламу пробовала рекламу пробовала хорошо регистрации оттуда и сейчас девчонки кто покупатели они есть так и приобретают для себя продукцию время от времени оповещаемых обо всем основном у меня странички в одноклассниках в инстаграме есть сколько их я уже не считала как-то не не веду подсчет сколько у меня страничек в инстаграме есть странички вконтакте сейчас несколько страничек сейчас пробую вот новый сервис слиза используем тоже страничку продавашку сделала в одноклассниках в контакте тоже в общем то хорошо результаты пошли за несколько дней уже есть люди которые обращаются к нам так еще вопрос как а как вы открыли партнер это наверное ко мне вопрос я считаю что это все таки эфир машинки и мне бы очень хотелось чтобы ну это на отдельном прямом эфире мы бы с вами собрались давайте я как у меня появится время завтра мы уже уезжаем в казахстан уже все в обед мы уже все на сумочках вот у меня там прям прям сумка лежит уже мы уже все собираемся уже все торопимся я вам скажу честно поэтому потом как-нибудь я выйду в прямой эфир с вами мои дорогие да и прям вот все вопросы даже самые каверзные я думаю что я отвечу на них потому что опыт действительно хороший я в сетевом более восьми лет потому что я еще до этого была в различных компаниях и пыталась расти и были и взлеты и падения и в принципе и опыт общения и вообще закалка у меня есть может да я думаю мой эфир будет и вам тоже полезен а пока давайте позадаем вопросы машинки вот и потому что все таки прямой эфир все-таки маша маша у нас тут хозяйка так далее объясните маркетинг план нет это это мне кажется нужно объяснять дорогие мои маркетинг план уже рисовать его считать вместе с тут на пальцах его не расскажешь столько бонусов столько всего и просто так вот кратенько некоторые говорят расскажи кратко ну вот кратко вот ничего не расскажем настолько разных бонусов и всего тут их не перечислить рада вот какая лестница вот вам кратко я сейчас звание директор открытый старший директор вот ну что ж дальше машинка как преодолеть свой страх что тебе откажут при рекрутировании и когда предлагаешь каталог при рекрутировании вот вообще как то не страшно что откажут не откажут да нет следующий да и все ничего страшного нет золотые слова потому что это же интернет это же не сказали нет мне не надо ничего не будет не все ну просто нет значит предлагаем дисконт если дисконт нет ну и ладно не все все же могут пользоваться наши продукции не все пробовали не все знают возможности просто многие отказываются того что они не знают кто-то там их соседка там дальняя пробовала давно давно с каталогом ходить у нее не получилось и они вот на это ссылаются что вот и у них тоже не получится у меня ведь не получилось ты то куда лезешь в моем окружении не было никого кто добился результата в сетевом вообще ни одного чтобы у кого-то серьезный результат был я решила что у меня он будет и все я поставила себе цель докажу себе и докажу остальным что результат сетевой возможен потому что вот вон она вы же добились чем же я то хуже и все своими наставниками идем следом они нам пример подают да очень бы еще хотелось машинка тебя вживую видите наконец-то обнять увидимся обязательно да вот кстати маша это тот пример когда мы вместе сотрудничаем годами и ни разу не виделись и у нас прям друг другу к ней очень хорошее доверие и мы у нас нет повода даже не доверять друг другу потому что мы в одном проекте и маша что ты сейчас только не делаешь ты модератор да то есть чатов модератор марафонов да то есть у маши такая очень грубо говоря незаметная но кропотливая работа на проекте фаберлик онлайн да то есть она в числе тех директоров тех умничек которые действительно выкладываются для проекта на все сто это очень приятно так маш тебя спрашивает муси как найти тебе партнера себе партнеров но я всегда и своим тоже говорю нужно рассказывать всем что ты фаберлик и чтобы все знали на страничках в соцсетях мы пишем что там какая-то акция проходит еще там что-то просто везде трезвоним что мы фаберлик и все и многие обращаются сами потому что многие где-то ищут сами себе консультанта у меня странички в одноклассниках многие названы мария зелик фаберлик заказы и бизнес например либо вот мария зелик фаберлик советская и люди просто даже по поиску ищут фаберлик попадают на меня у меня в инстаграме прописано что у меня фаберлик мне девушка одна вообще по геолокации с другого города нашла мне нужен человек из фаберлик а вы строите команду то есть она мне так сразу обратилась она искала себе наставника и все и она ко мне зарегистрировалась потому что многие сейчас ищут для себя хорошую команде команду потому что компанию многие знают ищут уже хорошего наставника хороший который будет им помогать хороший проект и уже сами нас находит ну а мы главное на своих страничках должны вещать что это наш проект фаберлик онлайн самый самый громкий на просторах интернета самый масштабный и все вот эти акции все это истории запускать сейчас прямо инстаграм это вообще наше спасение я все как-то к нему с недоверием относилась все сторонилась зайду посмотрю где что нажать эти все кнопки stories у тебя по моему я мучила как этот stories выкладывать вот и все таки все равно методом тыка научились и когда больше информации даешь и к тебе потом люди обращаются а если ты знаешь и молчишь то естественно и у тебя никто не спросит тебя никто не заметит так вопрос по марафонам сейчас скоро заканчивается марафон по инстаграм и скоро будет марафон по одноклассникам маш ты по моему как раз этот марафон модерируешь если я не ошибаюсь да 8 июля он у нас стартует вот поэтому века 8 июля записываемся да личный объем не менее 50 баллов требования да и что там еще 50 страничек в одноклассниках раскручено это не трудно сейчас вот этот сервис как он дэшка что ли называется где покупаем номера как бы и получается быстро я сама покупала покупаешь номер тут же его через телефон тоже онлайн сим покупаешь номер за 6 рублей его разблокируешь свою ставишь фотографии друзей почищаешь там если их немножко ну в основном немножко друзей потому что профили стоят давно уже заблокированы там 2016 например года 15 фотографии свои ставишь хороший там где-то с отдыха либо где-то куда-то магазин хороший торговый центр ходили и уже сразу же с них начинала добавлять то есть ставлю по своим я по кто хочет если кому интересно могу в личку скинуть свою ссылочку кто просмотрел не видел а вот маш смотри сейчас тебе такой вопрос то есть на марафон по одноклассникам у тебя снято видео и все это разослано по чатам и все видят как да то есть видео посмотрите все будут знать где купить как купить и так далее ну нет это у меня не для марафона я на марафоне просто модератор а что именно когда вот этот сервис к нам только зашел валя дмитрия по моему поделилась им и мы снимали вот это видео что как мы делаем эту страничку спрашивают можно ли разблокировать сразу по 10 дней ну это наверно много штуки по 3 можно по 3 оля табакова по 3 вот ну что ж посмотрим как что получится у девчонок так значит не видела вебинаров от казахских и киргизских директоров это вопрос наверное не в эту тему с казахстаном я очень много проводила вебинаров и сейчас я лечу в казахстан там более 20 директоров собирается как это не видели значит не туда смотрите дорогие мы и есть все все есть так далее были ли в процессе работы фаберлик такие моменты что прям вот хотелось все бросить ну прям вот все бросить не сколько у вас активных лидеров в команде и сколько веточек всего сейчас у меня три веточки одна директорская веточка и две я веду отдельных лидеров человек наверное 7 лидеров которые именно постоянно задают вопросы которые постоянно в чате активные которые постоянно рекрутируют вот такие вот люди ну да это хорошая очень статистика на уровне старшего директора и меньше всем будущих директоров в команде это очень хорошая статистика это действительно дорого стоит так дальше сколько у вас личных регистраций в день в каталог когда активно работаешь прям вот активно каждый день размещаешь объявления 1 2 стабильно бывают а когда вот начинаешь там у меня вот то уезжаем в деревню к родителям там интернет вообще очень слабенький там вот лично только с личного бренда вот бывают иногда вот так редко регистрации но все равно его развиваем постоянно наполняем и люди все равно приходят а когда вот именно садишься конкретно каждый каждый день размещаешь объявления проводишь собеседование 1 2 стабильно регистрации бывают бывают и 3 4 по всякому значит не перевелись еще люди желающие зарабатывать при свободном графике в интернете официально и легально да нет конечно много людей много ищут работу сейчас особенно летом многие ищут вот и подработку машенька у нас с тобой осталось мы с тобой вышли в эфир по моему 8 минут было да да вроде бы прямого эфира как быстро да у тебя наверху начнется скоро отчет за 30 секунд до окончания прямого эфира тебя будут предупреждать что все сейчас сейчас мы вас когда это начнется меня предупреждай будем прощаться с командой а пока будем триндить дальше и так будет ли продолжаться акция на тысячу рублей мы сами этого не знаем так как быстро понять принцип сетевого бизнеса как быстро понять послушать хорошо человека который здесь зарабатывает прямо пообщаться с ним я вот даже своим говорю вот если пришел у вас новичок вы знакомьтесь со мной то есть у меня уже есть опыт есть уже определенный стаж так сказать и я знаю что сказать какие вопросы ответить потому что не все же новички которые вот так сказать еще зеленые хорошо разбивараются и в сути и на все вопросы ответит и все я говорю знакомьтесь со мной как с наставником как с директором я говорю может быть если мало меня знакомьтесь с Иринкой Тихоновой знакомьтесь с Аней Кононовой они вам тоже никогда не откажут и с удовольствием я думаю и проведут собеседование и все равно вот это как бы расскажут когда время есть конечно же нужно побеседовать потому что кто не достает наставника он тому и не достается и наши наставники всегда говорю что корону на голове не носят они всегда с нами на понятном доступном языке разговаривают и всегда вот это вот меня больше всего радует что у нас такой вот дружный коллектив что нет такого что вот я там добилась высокого статуса я тут ты ко мне даже не подходи не обращайся и всегда вот вот такая вот помощь и поддержка вот это очень важно и вот это именно ценно в нашей команде в нашем проекте вот это меня очень радует и девчонки у меня кто вот чуть где-то всегда им говорю обращайтесь обязательно если у вас не идет лад что-то там новички у вас стихают пусть все обязательно ознакомиться с вышестоящими и будет результат обязательно да да конечно ну а насчет короны если я все-таки смогу открыть генерального партнера может и надену недельку-то поношу я думаю на это будет иметь право каждый если он генерального партнера откроет так ну пока не открыла мы будем пользоваться моментом Маша а как ты оффлайн работаешь вообще или только онлайн только онлайн так вопрос не к тебе можно ли выйти на пассивный доход за два года активной работы в компании Фоберлик конечно можно но я не думаю что кто-то кто вышел на бриллианта и выше он остановится на пассиве потому что дальше уже растут потребности растут хотелки еще больше растет желание еще больше зарабатывать потому что хочется хочется еще ну а пассив вот этот вот он и есть пассив его можно и на директоре получать пассив потому что ну вот на старшем открылся, например, директор, ты с него получаешь постоянно 5%. Вот тебе пассив. Но кому-то мало этого пассива, 10 тысяч. Чего это? Чего о них мечтать? Правильно, молодец. Так, если... Есть? Так, опыта работы у тебя совмещать с основной работой не было, да? Работа по найму и сетевой. Нет, я в декрете была и сетевой. Очень темно. Так, подробно узнать маркетинг-план. Очень много просят, только именно недавно проводила маркетинг-план. Вот. Так, здравствуйте, я могу без первого заказа начать работать с вашей фирмой. Я сама пользуюсь. Если пользуется, то почему без первого заказа? Как можно пользоваться, не заказывая продукт? У кого-то, что ли, покупают? Нет, смотрите. Вы приходите в компанию Фаберлик, активируете свой номер. Если вы его не активировали и начали работать, то все люди, которых вы приведете, после вашей терминации достанутся вышестоящему наставнику, и вся ваша работа будет произведена, активация жизненно необходима. Сначала активируемся, а потом уже начинаем работать и рекрутировать. Можно, конечно, но не дольше, чем месяц. Не дольше месяца, потом просто вы вылетите. Ну, а смысл просто без заказов, потому что если ты сам не пользуешься продукцией, значит, ты не доверяешь компании, значит, как ты будешь людей звать, что-то им рекомендовать, потому что многие же приходят, просто покупатели, и они спрашивают советом, какой порошок лучше, например, голубенький, либо оранжевый, либо, может быть, гель для стирки лучше. Если ты этого не пробовал, ну, как ты человеку подскажешь? Я вот советую, что вот сама пробую, например, пятновыводитель, какой попробовала, что он хорошо, какое пятно лучше вывел, там, например, жвачка была на джинсах, мы его спреем набрызгали, он сошел. Тест-драйв какой-то проводим тоже в Инстаграм, выкладываем сториз. А если ты сам не пользуешься, ну, смысл кого-то тебе звать, значит, ты сам не доверяешь компании. Я не понимаю, что люди приходят в сетевой, и они резко перестают мыться, стирать там, кушать, все перестают резко, потому что они в сетевом, но это же нереально, это же... Ну, все равно, я что до Фоберлик, что до, там, предыдущей компании, что вообще при рождении, да, блин, мылась я всегда. Я вот это не понимаю, что за вопрос такой. Вот я не хочу покупать. Ну, не хочешь, не покупай, иди в пирамиду, там вложил деньги в воздух, ничего не получил, сиди, жди, прогорят они или не прогорят. Значит, не понимает судьбу кого-то девушка просто. Как это без заказа? Ну, пожалуйста, можно, конечно, но куда же... Ну, вот ты пришел без заказа, ты позвал человека, 10 человек позвал, и они без заказа, но с нуля ты и получил ноль. Мы создаем товарооборот, с него нам компания и платит. Если ты не создал, ну, что тебе заплатят? Даже на обычной работе, вот, например, люди ездят, экспедиторы, вот у нас многие работают, ездят по селам, по районам, они тоже создают товарооборот, где-то в магазине полки подправили, еще что-то. Они создали товарооборот, с этого получили. А если ты сидел в офисе, просидел, ничего не сделал, ну, что ты получишь тебе? Ничего и не заплатят, и все. А здесь ты дома сидел, рекламу делал, создал товарооборот, получи. Такая же работа, и к ней тоже нужно относиться соответственно. Я тоже так считаю, да. Как это? Нет. Ну, меня вот очень прикалывает, вообще прикалывает, почему люди резко перестают мыться, когда приходят сетевой. Они все чистые, пожизненно становятся. Ну, вообще в ванну заходить не нужно, что ли? Вот это, конечно, да. Ладно, проехали этот вопрос. Значит, 6 минут, нас с тобой через 2 минуты, наверное, выкинет. Нет, я делаю 50 баллов. Для выплат обязательно нужно делать 50 баллов. 50 баллов я делаю для своей семьи. Все средства для стирки, для уборки, зубные щетки, пасты, одежда, обувь. Все это мы берем здесь, для себя. В магазин ходим за хлебом, за продуктами. Угу. Так, наверное, уже, Машенька, нам с тобой нечего, вот никакой вопрос мы не зададим. Так, уже, наверное, все, потому что сейчас нас уже начнет выкидывать прямой эфир, поэтому давай с тобой, такой я тебе вопрос задам. что ты пожелаешь своей команде и проекта Куберлик Онлайн и всем зрителям данного эфира, чтобы у них вот сбылось? Ну, я желаю всем, конечно же, роста. Роста хорошего, большого, стремительного, чтобы поменьше вот как-то поменьше возражений каких-то, чтобы им было на пути, чтобы близкие к ним отнеслись с пониманием, когда не мешают работать и ты работаешь в свое удовольствие, чтобы не ставили, как говорится, палки в колеса и чтобы было понимание в команде, чтобы командный дух был. Когда есть команда, то и работать очень хорошо, дружно и растем, развиваемся, чтобы вместе встречаться, путешествовать и на разные конференции ездить и на командные встречи. Осталось 5 секунд. Все, спасибо.